Об особом почитании Георгия Победоносца говорит и эмблема российского государства. Этот святой в образе всадника, поражающего змея, изображен в центре герба Российской Федерации. Известная икона написана по легенде о чуде, совершенном великомучеником избавлении людей от чудовища. Святой, живший в III веке, еще в 20 лет достиг высоких военных чинов, дослужился до чины тысячи начальника, завоевав благосклонность императора Адиоклетиана. Однако зверства, с которыми тот пытался возродить язычество, заставили Георгия раздать бедным свое имущество, отпустить рабов и, объявив себя христианином, пойти на прямой конфликт с правителем, заявив о его несправедливости и страшной жестокости. Император же пытался заставить Георгий отречься от Христа изощренными пытками. Но, как говорится в Писании, святой еще больше прославлял Господа, с мужеством переносил все страдания и оставался исцеленным. Именно после этих чудес, рассказывают священнослужители, многие люди и стали приходить к вере в Христа. Святой великомущик Георгий являет, что у нас со всеми нашими братскими христианскими народами, которые нас сейчас пытаются разделить, это и братские народы Украины, и Грузии, и Греции, и прочих христианских народов, у нас одни святые, у нас одно небо. И нам нечего делить, потому что у нас у всех одни устремления, эти устремления вечности.